Всем привет! Буквально только сейчас посмотрел первые серии сериала Король и Шут, снятый по мотивам становления группы, как давалось название, чем ребята занимались в те годы и впоследствии к чему они пришли. Не надоело тебе душу губом да людоеном тут песню петь? Что тебе еще надо? Без смерти. В принципе, проект интересный, особенно, конечно, для фанатов Короля и Шута, коим я являюсь. И что касается актеров, Константин Плотников, который отыграл Горшнева, в принципе, мне парень зашел. Интересно отыграл, ну, по крайней мере, судим по первым двум сериям. Насколько мне известно, Константин серьезно подошел к этой роли, пересмотрел там кучу материалов со съемок концертов Короля и Шута, интервью и так далее и тому подобное. Ну, он, в принципе, да, визуально похож на Горшка, и у него даже голос похож, я не знаю, насколько его меняли в сериале, но, в принципе, похож даже, если смотреть интервью с ним. Говорит один в один. Либо он так хорошо вжился в роль, либо вот так вот хорошо совпало. А что вот касается Влада Коноплева, не хочу парня ничем обидеть, который играет Князева. Ну, я бы еще кого-нибудь посмотрел на эту роль, ну, прям как-то мне иногда вот... Ну, вот как будто не оно, вот как будто не он и какой-нибудь другой человек должен играть. Ну, в принципе, на съемках сам Князь присутствовал, он давал советы Владу, он давал советы вообще, как что снимать, как бы он себя вел. И, ну, должен, да, должен парень-то понимать, что делать. Наверное, все-таки лучше его никого на эту роль не нашлось. А сам проект интересен, особенно моменты, когда нас переносят в сказку, да, в песни Короля и Шута, и уже актеры Влад и Константин играют каких-то персонажей, да, или встречаются с персонажами из их песен. Эти моменты, конечно, сняты прям, ну, классно, мне прям понравилось. В целом, будем следить за проектом. Если вам понравилось, не понравилось, пишите в комментариях. Будет еще видео по этому поводу. Пока. Я король шутов. Разбежавшись, прыгну за столы.